Всем привет! Бюджетный сегмент смартфонов всегда интересен потенциальному покупателю. Тем более, что современный бюджетник способен на 100% удовлетворить потребности не слишком притязательных пользователей. И сейчас мы распакуем и сделаем небольшой такой видеообзор недорогого смартфона Lenovo A516, который приехал из далекого Китая, будучи купленным на торговой интернет-площадке Алиэкспресс всего за 90 баксов. Вот он, компактный короб, обмотанный желтым скотчем. Повреждений на коробке нет, и это хорошо. Упаковано все плотно и надежно. Открывать я начал как-то по-китайски, но в конце концов справился с этой нелегкой задачей. Коробка со смартфоном вложена дополнительно в транспортировочную пленку. Заодно был заказан чехол Flip Milken, небольшой обзор которого совсем скоро появится на нашем сайте. Также продавец мне поскупился на бонусы в виде защитной пленки на дисплей и резинового бампера. Открываем коробку. В ней смартфон в пакетике, кабель USB, переходник под евророзетку, зарядное устройство и бумаженции. Наушники в комплект не входят изначально. Данный экземпляр белый, но есть еще розовая версия. Телефон имеет средние размеры, максимально комфортные для большинства людей. В женских руках такой телефончик смотрится очень гармонично. О дизайне долго распыляться не стану. Ну какой может быть дизайн за эти деньги? Все просто, но со вкусом. Корпус из глянцевого пластика. Есть такая распространенная дизайнерская фишка, как полоска-вставка под металл, которая проходит вдоль торцов. Логотип на задней крышке выполнен из зеркальных букв и заклеен защитной пленочкой. Управляющие элементы находятся на привычных местах. Дисплей имеет диагональ 4,5 дюйма и разрешение 480 на 854 точки. Матрица IPS и это очень хорошо, так как она демонстрирует большие углы обзора. Конечно, это вам не айфоновская ретина, но для данного ценника экран очень даже приличный. Порадовало то, что из Китая приехал готовый к эксплуатации смартфон, не требующий каких-либо манипуляций с прошивками. Русификация полная и корректная, все работает как положено. Android здесь версии 4.2.2. Камер две, лицевая на 0,3 мегапикселя и основная на 5 мегапикселей. Жаль только, что нет ни вспышки, ни автофокуса. Двухъядерный процессор МТК-6572М с частотой 1,3 ГГц и 512 МБ оперативной памяти вполне справляются с базовыми задачами, которые обычно ставятся перед смартфоном. Сёрфинг в сети, нетребовательные игры, просмотр мультимедиа. Встроенной памяти 4 ГБ, доступная из которых половина. Под крышкой есть слот для карт памяти. Аккумулятор имеет ёмкость 2000 мАч, ничего выдающегося, но и не так уж и мало, как для бюджетки. По традиции есть Wi-Fi, GPS, Bluetooth и FM-радио. Можно ли рекомендовать Lenovo A516 к приобретению? Мой ответ – да, если вам не так уж важно наличие хорошей камеры и интересен недорогой вариант смартфона с приличным по размеру экраном, симпатичной внешностью и подузнаваемым брендом. Ссылки на честных продавцов этого смартфона на Алиэкспресс, как обычно, есть в текстовой версии этого ролика на нашем сайте. Заходите на почитать. Субтитры создавал DimaTorzok